Музыка Наверное не случайно, что на последней в этом году программе мы будем говорить о бюджете, финансах и экономике Алтайского края. Именно состояние этих отраслей будет во многом определять нашу жизнь в наступающем году. А моим собеседником сегодня будет человек, который отвечает за финансово-экономическую политику в нашем крае, знает реальное положение дел в нашем непростом регионе. Это программа «Ваша партия. Один на один» и я ее ведущий Артем Кудинов. А в гостях сегодня председатель комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Краевого законодательного собрания, директор юридического института Алтайского государственного университета Антон Васильев. Антон Александрович, здравствуйте, рад вас видеть. Ну, давайте начнем с бюджетом, еще, так сказать, свежи воспоминания, такие вот этих горячих событий, обсуждения принятия краевого бюджета. С вашей точки зрения, почему ежегодно принятие такого сугубо экономического документа сопряжено с какими-то политическими страстями? Это целый политический спектакль. Вот как бы вы, каково ваше мнение? Ну, я думаю, что это очевидно. В общем-то, политика, она предполагает всегда наличие финансово-экономических ресурсов, и бюджет это ключевой как раз ресурс, который позволяет той или иной политической силе рассчитывать на выполнение тех задач и приоритетов, которые она ставит. Поэтому и то, что разворачивается в стенах парламента, оно как раз сопровождается главным вопросом, а на какие приоритеты, да, цели будут потрачены ресурсы, которые консолидируются в нашем краевом бюджете. Ну, и вне всякого сомнения, это, наверное, из тех вопросов, которые выносятся обычно в повестку работы нашего краевого парламента, один из, наверное, таких вот примечательных отчет губернатора, традиционная тема, которая всегда... Такие две реперные точки, такие важные события. По сути своей, если смотреть документ, который касается отчета губернатора, который, кстати, тоже будет проходить через наш комитет, это постановление обычно занимает по тексту не так уж и много места чисто в текстуальном выражении, а тем не менее, вот внутренние волнения, которые происходят, они очень серьезные. То же самое касается бюджета. Ну, я думаю, здесь нельзя забывать о том, что парламент с точки зрения своего предназначения как раз и место для такого рода дискуссии. И бюджет — это вот тот, наверное, разговор, который всегда подогревает интерес любой политической силы. Ну и вкупе, наверное, с тем, что есть совершенно разные подходы к пониманию. Вот, кстати, коротко, как бы вы охарактеризовали позиции разных фракций, я имею в виду обсуждение краевого бюджета? Ну, условно, сейчас уже заметна такая консолидация четырех сил относительно бюджета. То есть, а ведь в бюджете определяются, в общем-то, с точки зрения финансового обеспечения приоритеты политики Алтайского края. Если четыре политические силы заявили о поддержке своей, значит, можно говорить о том, что курс в целом одобряется. Значит, стратегия, которая была принята в текущем году, она поддерживается нашими политическими партиями. Но одно исключение — это фракция КПРФ, которая заняла позицию против. Ну, в общем-то, здесь мы объяснения ни на первом чтении, ни на втором, по крайней мере, и Министерство финансов, но и я, как председатель комитета, я не услышал каких-то внятных объяснений. Единственное, что я понял, это централизованная позиция, которая спускается сверху, это во-первых. Во-вторых, я, к сожалению, не увидел конструктивного диалога по работе над поправками и предложениями. Ведь если посчитать, сколько поправок в целом удовлетворили от всех политических сил, то получилось почти 6 миллиардов рублей, а заявлено было порядка 8. Ну, это впервые в истории Алтайского края, в последние десятилетия, такой объем поправок от депутатов был удовлетворен. Ну, довод прозвучал, что бюджет маленький. Ну, это как бы непонятно. Если вы узнаете, что такое маленький, да, разве мало, когда мы говорим почти от 150 миллиардов рублей, разве это мало? Учитывая, что эти деньги серьезно потом сказываются на благополучии жителей Алтайского края, начиная с тратистового ФАПов, заканчивая заработной платой работников бюджетной сферы. Поэтому, конечно, всегда хотелось большего. Но, а, есть ли ресурсы у региона собственные, чтобы пополнять краевые бюджеты? Здесь есть проблемы, потому что существующая сегодняшняя экономическая ситуация не позволяет в разы увеличивать потенциал сборов тех налогов и иных неналоговых поступлений бюджета. И второе, все-таки мы ожидаем федеральную поддержку. Если что-то, как прозвучало в диалоге с фракцией КПРФ, нужно менять, то, конечно, это подходы федерального уровня. Во всяком случае, если не устраивает размер бюджета, то голосование против бюджета в целом точно не будет способствовать увеличению. Конечно, потому что в самом крайнем случае это грозит тем, что, как нам определяет бюджетный кодекс, нашу жизнь после такого фиаско, если парламент не проголосует даже после согласительных процедур за бюджет, то финансироваться будет всего 1-12 текущего года объема расходов. Представляете, с 1-12 мы бы жили. Выстрелить себе в ногу, фактически, так получилось. Лишить зарплаты людей, ограничить возможность предоставления льгот сельхозпроизводителям, перестать заниматься реализацией КАИП, а там пиларды 5 миллиардов рублей. Развитие на паузу поставить, и все. А как можно на паузу? Развитие не поставить. Нет, ни в коем случае. То есть перерывать бюджетный процесс в современных реалиях, это невозможно, недопустимо. Антон Александрович, комитет по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям полностью прочитал еще раз. На мой взгляд, это важнейший в краевом парламенте комитет, ключевой. Почему он появился именно в таком виде, именно в этом созыве, и как произошло ваше назначение? Может, коротко расскажете? Ну, появление комитета было связано и с одной стороны с политической обстановкой, с одной стороны, понятно, что я представляю партию «Единая Россия», и отдавать ключевой комитет оппозиции было нельзя, с точки зрения руководства. Ну, партии власти командной высоты надо сохранять, это естественно. Соответственно, были удовлетворены другие политические амбиции, и было перераспределение предметов ведения и полномочий. То есть, соответственно, ключевые вопросы, вы правильно их определили, вот под всеми этими заголовками, они, конечно, сконцентрированы здесь в одних руках. Поэтому, я думаю, что соглашусь с вами, что это, в общем-то, такой комитет наряду с другими. Бюджет, экономика, это такое, я бы сказал, стратегическое вообще. Стратегически, безусловно. Поэтому, тут там есть второе еще, конечно, такая подоплека. Александр Алексеевич Романенко тоже, когда мы определялись вот с этой конфигурацией, то он тоже ведь видел необходимость предоточения в одном комитете всех вопросов бюджета, имущества и ресурсов финансово-экономических. В этом есть своя логика. Конечно, казна должна быть в одних руках, вот можно так условно сказать. Ну, а то, что касается назначения, ну, как и любой политический процесс переговорный, я думаю, что я был не единственным претендентом на этот пост, и это нормально, естественно. Ну, по определенным параметрам и партия, и руководство ЗАГС Собрания увидело возможность пригласить меня на эту должность. Я с учетом своей занятости, конечно, согласился, понимая, что, с одной стороны, мог бы реализовать потенциал свой, как и профессионала, который давно занимается законотворчеством и знаком с бюджетным процессом. Но, с другой стороны, ведь я понимаю, что за бюджетом стоит, и в целом за комитетом, да, возможность влияния на улучшение жизни наших жителей родного региона. А ведь я еще представляю сельские территории в парламенте, для меня это, в общем-то, принципиально значимо, чтобы я мог хотя бы инструментом этим пользоваться, хотя бы напоминать о том, что есть определенные проблемы у жителей села, которые необходимо в том числе через бюджет решать. Антон Александрович, ну, вы уже в большой политике, председатель бюджетного комитета краевого парламента, это достаточно такой высокий пост. А вообще, как вы попали в политику, и в большой политике, как оказались? Насколько я знаю, сегодня юристы, по-моему, не слишком охотно идут в большую политику, да их там, прямо скажем, не сильно-то ждут на самом деле. Вот как вы оказались? По-моему, у вас была даже не одна попытка, и в городской думе, по-моему, вы с разными политическими партиями взаимодействовали, и вот теперь имеем то, что есть. Да, это так. В свое время, почти уже 10 лет назад, поступило приглашение сотрудничать от фракции КПРФ в краевом парламенте, от Александровича Сафронова и Николая Вадимовича Ноздрачева. Будет в следующем году 10 лет, как началась эта работа. Сначала я, ну, таких профессиональных, как эксперт в началах, без какого-то вознаграждения, содействовал в анализе, экспертизе тех документов, которые проходили через краевой парламент. Были даже некоторые интересные инициативы, которые вот только сейчас на федеральном уровне воплощаются. Это хороший опыт вообще, на самом деле. Да, в свое время я предложил, и даже есть публикация на эту тему, в открытой печати, разработать закон Алтайского края о поддержке молодых ученых. Вот сейчас федеральное министерство занимается как раз этой темой, и уже разрабатывает пакет мер, которые... Да, тема стала, наконец-то, вот она стала понятна, ощутима, и уже начала приобретать какие-то уже инструменты, да, влияние на как раз повышение интереса молодежи к как раз научной профессии. Ну вот и до выборов в Городскую Думу, так, плотно-то точно работал с фракцией КПРФ, потом прошел от фракции КПРФ, партии, вернее, политической, на выборах по списку в Городскую Думу. Там не до конца, правда, свой срок в качестве депутата исполнял, а потом муж-то пошел на новые выборы и уже пошел с партией «Единая Россия». Просто тогда стал понимать, вот так же, как с этим пресловутым законопроектом, что... Ну это начало, то есть политика вас потихоньку... Да, начала захватывать. Да. Ну и следующим этапом, важным этапом, это была работа представителем губернатора в Краевом законодательном собрании. Какой, кстати, хотел спросить, какой опыт вообще вынесли из этой своей работы? Вы же, ну сравнительно недолго, где-то неполных два года, по-моему, отработали. Да, около полутора лет. Почему все-таки ушли? Ну, ключевая причина, это, конечно, кризис управленческий, который был в родном факультете юридическом, потому что, к сожалению, тот руководитель... Альмаматор позвала. Альмаматор позвала, коллектив позвал, ректор университета. Видишь, ситуация, она складывается печальным образом. Конечно, я этого не ожидал. То есть, это было только мое решение. Александр Богданович Карлин, конечно, не принимал каких-то мер, он даже достаточно так... Не сказать, что там горевал, но сожалел. Сожалел, да. Не был рад такому решению, считал, что я мог бы продолжить свою работу в качестве представителя губернатора. У вас действительно, кстати, очень конструктивные отношения складывались и с партией власти, и с оппозицией, с разными политическими силами, недовольных-то я общался, но, в общем, все были весьма удовлетворены вашей работой. Я тоже, в общем-то, получал это удовлетворение, потому что я сторонник как раз поиска компромиссов. Наверное, даже эта должность позволила мне раскрыть вот этот потенциал. Такой миротворец, да? Миротворец-переговорщик. Я считаю, что вот этот представитель, как такой демпфер, прокладка, да, между исполнительной и законодательной ветвиной власти, он сработал. Есть несколько тем, которые нам удалось вместе с парламентом достаточно эффективно, хоть и в борьбе, но провести. Вот одна из тем, связанная как раз тогда с ветеранами труда, когда менялись подходы после принятия пакета законов, связанных с тем, что эта льгота перестала назначаться по всем иным наградам, которые ниже краевого уровня. Но часть документов, они оказались в Минсоцзащите, еще подданных до принятия этого закона. Нам удалось найти решение. С новым полпредом нынешним, с Натальей Кувшиновой общались как-то? Ну, конечно. Был разговор, она к вам обращалась, может быть, за советом, поделиться опытом или что-то? Ну, нет, такого не было, конечно. Мы давно знакомы, она же выпускница нашего факультета, я знаю очень давно ее. Мы поддерживали отношения, когда уже я вернулся на факультет, приглашал в качестве депутата Государственной Думы к нашим студентам на несколько серьезных мероприятий. Мы обсуждали законодательство в сфере туризма, общались по законопроекту молодежной политики. То есть, у нас такое достаточно деловое, профессиональное общение всегда было. Но она к вам не обращалась, и вы тоже не собираетесь ей давать свои советы? Ну, я думаю, что она уже зрелый политик, у нее достаточный опыт еще и федерального масштаба. Поэтому, я думаю, что, наверное, она в совете не нуждает. Скорее, в конструктивной сейчас работе совместной над теми проектами, которые заходят в парламент. И, в общем-то, сейчас я наблюдаю, хоть вот только она заступила в эту должность, но достаточно успешно, эффективно справляется и работает. Антоний Александрович, вы впервые стали депутатом Краевого законодательного собрания. А как вам, может быть, как юристу, как политику уже с каким-то, так сказать, опытом, в том числе и чиновник правительства, ну, в качестве представителя, как вам видится роль Краевого законодательного собрания в решении важнейших для Края проблем? Может быть, как вам видится миссия вообще в целом Краевого парламента? Ну, миссия, она просто задана была, как когда-то история, да, этого института, народного представительства прежде всего. И, наверное, ее не надо ни в коей мере принижать, что происходило и на федеральном уровне, и нередко имеет место быть и в регионах. Это, конечно, самое главное обеспечение как раз контроля любого решения, которое генерируется в исполнительной власти с точки зрения народного интереса. Краевое законодательное собрание, я спрошу иначе, Краевое законодательное собрание является самостоятельным институтом власти, центром власти? Безусловно, безусловно. Я имею в виду нашу алтайскую, так сказать, жизнь политическую. Безусловно, потому что ни одно политическое решение, ключевое, без нашего парламента принято быть не может. И для того, чтобы любое решение провести, такое как закон о бюджете, стратегии социально-экономического развития, отчет губернатора, согласовать руководителей в краевом правительстве, в котором сейчас полномочия есть, соответственно, у парламента, изменения в устав, эти как раз прерогативы, а не у парламента. И здесь далеко не каждый может преодолеть то сопротивление, которое депутатский корпус оказывает. Мы же видим в каждом проекте, насколько этот документ адекватен реальным запросам жителей нашего региона. То есть, исполнительная власть вынуждена и считается. Конечно, безусловно. Здесь нет, знаете, вот такого, оно и никогда не было, да и сейчас, тем более того, нет такого, знаете, вот бюрократического нажима и превращения парламента в предаток исполнительной власти. Хотя, нередко, да, может быть, это желание, оно чисто бюрократически возникает. Побыстрее провести без срока обсуждения, продавить, сделать это, переступив через совесть депутатскую, да, чьи-то интересы. Но есть барьер. И только в ходе вот такого, да, политического общения. Ведь сложные иногда бывают решения. Я же понимаю, что ведь и политика, и как коллеги мои об этом прямо говорят, ну, это всегда выбор между двумя золами. Нет здесь всегда решения правильного, однозначно правильного. Между большим и меньшим злом. Потому что ресурсы ограничены, интересы людей в любом случае будут страдать. Мы это должны понимать, потому что... Полномочия крайней власти исполнительной тоже ограничены, ваши тоже. Поэтому в этой борьбе надо выбрать то зло, которое будет меньшим для людей и для обеспечения как раз эффективности работы нашего. Антон Александрович, ну, как мы уже сказали, вы возглавляете ключевой комитет и, наверное, являетесь одним из самых информированных в крае людей, которые знают, ну, практически очень много или практически все о состоянии экономики в Алтайском крае. С вашей точки зрения, в каких отраслях народного хозяйства Алтайского края складывается сегодня наиболее сложная ситуация? Какие риски и угрозы существуют в экономике, в социальной сфере края? И куда нужно направить основные усилия власти и ваши, в том числе, краевого законодательного собрания для решения вот этих проблем? Ну, наверное, вот так вывести из категории, что тут вот в меньшей степени подвержено риску и неоприносить, а что большее, да? Можно перечислить несколько с ваших точки зрения ключевых. Ну, кадровая. Это безусловно. Я считаю, что, наверное, сегодня для Алтайского края это ключевая проблема, потому что есть и ресурсы. С точки зрения, власти-то однозначно. Да, однозначно. Людей не хватает. И не только власти. Сегодня мы видим, что и в здравоохранении, и в сфере образования уже этих кадров недостаточно. Потому что... Ну, в индустрии, в промышленности, квалифицированных кадров точно не хватает. Квалифицированных работников не хватает. Их просто сегодня высокими зарплатами другие регионы забирают, даже соседние. Мы это тоже понимаем. Это, да, это ключевая, конечно, проблема. Другая... Я так, на вскидку назвал, но она есть еще. Да, безусловно. Я считаю, что мы недостаточно внимания, ну, не могу об этом не сказать, уделяем. Это, безусловно, потенциально-технологического нашего комплекса и вложениям в эту сферу. Потому что Новосибирск, Область, Томская идут опережающими темпами. Они поддерживают университеты. Академия Городок 2.0, новый проект. Заводят теперь туда уже установку Мегасайенс, там, скиф, так называемый, да. Это дополнительные ресурсы, но они же потом оборачиваются и дополнительными доходами бизнеса, которые внедряют наукоемкие производства. У нас хороший потенциал наукограда. Сейчас вот разрабатывается программа поддержки на федеральном уровне. Я думаю, что надо за нее цепляться. И сторицы потом эти ресурсы обернутся. Вы имеете в виду связь науки и реального сектора экономики? Конечно, безусловно. Научные разработки как-то внедряются. Безусловно. Вот это должно быть одним из приоритетов. У нас никуда и не уйти от аграрной судьбы нашего региона. Но здесь, конечно, надо понимать о том, что надо переходить к передовым способам ведения этого хозяйства. И так уже понятно, что сегодня от ручного труда ушли на использование суперсовременного оборудования, как посевного, так и уборочного. Но есть и технологии, связанные с повышением урожайности культур. Родной университет очень активно в этом направлении с промбиотехом как раз работал. В этой части, когда разрабатывали соответствующие препараты и по скоту, и, соответственно, по... У вас есть структуры в университете, которые этим занимаются. Сейчас в университете не будем, это прерогатива ректора. Да, ректор. Вы у недавно у вас рассказали. Но тема, вот она, в общем-то, здесь как раз и звучит. А я вот спрошу вот о чем. О качестве управления, эффективности, качестве принятия управленческих решений. Вам это ближе, наверное, как правоведу, как юристу. Вот с этим, мне кажется, тоже существует. То есть не только кадровое, но и качество работы этих кадров. Вот в реальной практике. Есть такая проблема? Есть. Или, может быть, я так навскидку? Есть. Мы же видим, что длительный процесс у нас даже назначения на определенные роли. К сожалению, имеет место быть коррупционные скандалы. Но они не только у нас. Да нет, это понятно. Они глобальны и универсальны. Здесь, видимо, мне кажется, два ключевых момента. Первый – это, безусловно, уровень качественной подготовки этих элит. А здесь, опять же, мы упираемся в состояние образования регионального. То есть откуда мы будем рекрутировать? У нас хороший, кстати, потенциал, я считаю, есть в регионе талантливых. И начиная даже с школьников, заканчивая потом выпускниками. Но их же уже на уровне еще школьного возраста уже затягивают через систему ЕГЭ и лицеев в другие регионы. Мы уже теряем потенциал тех детей, которые могли бы в систему управления войти. Второе – это, конечно, наращивать надо ту работу, которая связана с подготовкой этих кадров. Это все к вопросу о социальных, профессиональных, карьерных лифтах, как говорят. Даже заработная плата давно не повышается в органах государственной власти Алтайского края. Им тем более муниципального уровня. Да вот недавно съезд был. Главная проблема – это зарплаты. Их понять-то можно? Потому что сейчас даже найти на руководителя поселения уже невозможно. Кто-то пошутил, что скоро вахтовым методом из Барнавала будут ездить, работать главы районов. И такое есть, как в свое время говорил один из городских руководителей. Мы скоро с вокзала будем хватать на муниципальную службу людей. Но да, к сожалению, ситуация так и нападово складывается. Здесь только комфортная жизнь и вторая составляющая – это, конечно, доходы населения. То есть заработная плата, если она будет конкурентоспособной, то, конечно, кадры будут оставаться. Антон Александрович, что вас как юриста и гражданина, жителя края, может быть, радует, а что, может быть, огорчает в общественно-политической жизни нашего региона? Ну, вот видите, даже прошедшее... Вот мы коснулись, частично об этом же говорили, но, наверное, еще... Мне кажется, прямо можно говорить о понижении качества политической дискуссии. То есть того интеллектуального уровня, ведь я говорил вам о том, с кем я начинал работать, но коммунисты той поры, Сафронов, Данилова, мы же понимаем, какой уровень это было политиков, причем уже федерального тогда масштаба, которые вернулись в Алтайский край с депутатства Государственной Думы. И это был интеллектуальный разговор, это была интеллектуальная работа парламентария. Содержательный, во всяком случае. Содержательный. А сейчас, к сожалению... Было что обсуждать, о чем говорить. И нередко мы видим случайных, лишних людей, которые попали в парламент. И поэтому дискуссия не складывается. То есть мы друг друга не понимаем, но при этом я подмечу другое. Но все-таки должны услышать, что нам хотели сказать люди в ходе этих выборов. Они этим шагом показали, что их беспокоит, тревожит. Это некий сигнал такой, месседж, как сейчас говорят. Но я почувствовал в этом еще и в целом некое, знаете, культурное обнищение. Потому что если уже в политическом плане люди делают такой выбор, не обращая внимания, за кого они голосуют конкретно, значит они уже сами понижают свою планку. А потом мы видим это на таких темах, как противодействие, вакцинации, нежелание использовать и внедрять QR-коды в практике. Хотя мировая практика уже... Нет такой страны, которая бы не перешла к таким механизмам борьбы сегодня с ковид-инфекцией. К какому-то патологическому, знаете, отношению вообще к медицине, как к какой-то... Анатолий Александрович, вы упомянули, здесь упомянули такое вот выражение, такую оценку, культурное обнищение. А в целом, какой политический уровень нынешнего состава краево-законодательного собрания оцениваете? Ну, в нем есть... Мы, так сказать, общеполитиком, так сказать, оценили. А вот если брать краевой законодательный собрание... Ну, если говорим про краевой уровень, то есть как очень сильные депутаты, профессионалы, причем практически в любой политической силе. Молотов, Семенов, да, посмотрите, это люди со стажем, опытом и профессионалы своего дела. Есть среди как раз КПРФ, посмотрите, есть люди, которые работали в ЗАГСобрании, да, Кривов Андрей Юрьевич, который понимает, что происходит в стенах ЗАГСобрания. Но и в этом плане конструктивно работать приятно, когда мы друг друга понимаем, да, в одном языке. В нашей фракции «Единая Россия» есть великолепные просто люди с большим политическим опытом. И Солнцерин Валентин, Александр Сеевич, там, Романенко, да, Серов Сергей Николаевич, Голобородько, один из молодых, да, лидеров сегодня, которые показывают, как можно, да, реализовать свой потенциал. И я могу и называть, и называть. Но это новая фаза. Действительно, сегодня совершенно новые, с одной стороны, вызовы, которые есть. Но иногда вот меня так смущает. Вот так сформировалась сегодня модель законотворчества, когда региону, к сожалению, отводится не очень высокая роль в самостоятельном принятии документов, нормативного характера. И это ведет несколько к такому мелкотемию. Вы в целом о российских реалиях. Да, не принимая во внимание российский край. Не только наше. Любой региональный парламент, он вообще немножко... Со всем это, как раз, к сожалению, сталкивается. И мы далеко не всегда имеем простор для принятия или какого-то маневра, который бы позволил решить проблему. Как в рамках бюджетного законодательства, так и, в общем-то, вообще федерального. Тем очень много, которых мы наталкиваемся на определенные барьеры, но они связаны с пределами, которые сегодня есть, компетенции у регионов. Анатолий Александрович, ну не могу не спросить о личном. Есть ли у вас хобби, увлечение какое-то? Ну, очень люблю в семье путешествовать, проводить время. Не так часто это получается с учетом занятости. Отпуска очень короткие, обычно не больше недели или двух. В свое время профессионально занимался волейболом. Иногда с коллегами удается так, вот, либо по линии университета, либо вот раньше с правительством. Теперь, видимо, с ЗАГСобранием. Молотов тоже любите, по-моему, волейбол. У вас там команда... Мы с ним как раз в университетской команде играли за наш родной факультет. Люблю читать. В основном, конечно, приходится теперь читать своеобразную литературу. Вы сняли книгу, любимую, или, может быть, что-то сейчас именно читаете. И что, может быть, телезрителям порекомендуете прочитать? Ну, интерес очень широкий. От детектива, фантастики до вот чтения профессиональной литературы. Профессиональную, давайте уберем, художественную, что-то попроще. На уровне публицистики очень интересная книга, есть такой автор Эдкинт, «Природа зла». То есть, речь идет о том, что, в общем-то, мировая история заворачивается в борьбе за ресурсы, но в современном уже 21 веке побеждать будет та держава, которая ставку делает не на сырье, а на интеллект. То есть, такое... Да, и на Россию, так вот автор проецирует, что Россия себя советского времени поставила в зависимости от нефтегазового сектора и до сих пор не может себя с этой зависимости снять. И надо, как раз, видя образцы, примеры достаточно успешных зарубежных аналогов, тоже двигаться в этом направлении. Ну, а так из какой-то свободной литературы. Ну, вот недавно Пелевин на трансгуманизм взял. Я, конечно, впечатлен, потому что... Ну, вот так вот в аллегорической форме представлено наше будущее. Вот чудовищно выглядит. Какими можем мы быть, если мы... Какая антиутопия. Антиутопия, если мы свои границы как человека перейдем, когда люди хранят мозги в банке и пользуются живыми людьми для того, чтобы воспринимать какие-то ощущения. Ну, живут вечно, ради чего, да. Тоже есть сегрегация с точки зрения статуса, ролей по разным этим признакам. Ну, будем надеяться, если это и наше будущее, то очень отдаленно. Надеюсь, что не случится. Не доживем, будем надеяться до него. Ну, Анатолий Александрович, спасибо большое, что пришли накануне года. Будем завершать. Напомню, это последний выпуск нашей программы в этом году. Год был тяжелый, все было в нем. И горе, и счастье, и потери, и приобретение. Уверен, в новом году все изменится к лучшему. Берегите себя, счастья вам, здоровья. И не будьте пешками в этой жизни. Весь 2021 год с вами был я, Артем Кудинов. Встретимся в 2022 году. Всего доброго и с наступающим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова